МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы говорили о данном форуме, приглашали участников, рассказывали, почему же это мероприятие может быть интересно молодым жителям Сергеевского района. И вот сейчас мы с большой радостью готовы поделиться не только какой-то интересной информацией с закрытых частей молодежного форума, но и, конечно же, эмоциями. А делиться с нами будут Виолетта Дюбченко и Кристина Калягина, это участницы форума Иволга 2.0 в этом 2019 году. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и давайте с самого начала. Вот сейчас мы рассказали про то, что весной мы анонсировали, приглашали. Когда вы решили, что будете участниками форума Иволга 2.0? Давайте по очереди, Виолетта, с вас начнем. Ну, вообще, это вышло достаточно спонтанно. Я как-то вообще, в принципе, не планировала посещать данный форум. Я, в принципе, о нем не знала. Ну, в первый момент я увидела запись в группе своего университета. Затем уже, как бы, я узнала, что от района, то есть, тоже собирается группа, которая, ну, соответственно, едет на этот форум. Я заинтересовалась, так как я много по каким различным мероприятиям езжу. И подумала, что почему бы не съездить отдохнуть, грубо говоря, летом. И как-то достаточно быстро, буквально за неделю, то есть, я отправила свою заявку, которая прошла, и уже начала собираться, соответственно, уже целенаправленно поехала на этот форум. Где вы обучаетесь на данный момент? Я обучаюсь в Самарсовом государственном медицинском университете. В чем заключалась ваша заявка? Там же нужно что-то о себе рассказать, возможно, даже проект предоставить. Да, там нужно было выставить проект, так как я обучаюсь как раз-таки в медицинском университете. Мой проект был направлен на профилактику заболевания, опорно-двигательного аппарата у дошкольников, соответственно, плоскостопия. Ну, и как раз-таки мой проект прошел по всем критериям, как социальный проект, и, соответственно, я попала на этот форум. На каком вы курсе обучаетесь? Я обучаюсь, сейчас на третий курс перешла. И уже готова, то есть, формировать свою точку зрения, защищать ее и высказывать? Да, в принципе, да. Хорошо, расскажите, пожалуйста, и вы, Кристина, как пришла мысль, да, я хочу быть участником форума. Я давно слышала об этом конкурсе, ну, об этом форуме, точнее, и я где-то услышала в мае, что будет проходить, ну, будет набор. Мы подали заявку где-то в начале июня, и долго ждали, боролись за то, чтобы пройти туда, и вот, ну, мы попали туда с работой по коррекции деструктивного поведения собак. Расскажите, где вы обучаетесь и почему была выбрана такая тема? Интересная, нестандартная? Я обучаюсь в сервисском губернском техникуме, я учусь на ветеринара и перешла на четвертый курс. Мне нравятся собаки, и я люблю с ними работать, поэтому такая работа. Специальность редкая, а почему это направление вот вас заинтересовала, именно такая тема работа, это актуально сейчас? Да, это очень актуально, потому что у большинства владельцев собак не знают, как правильно вести себя с собакой. Как, ну, распространено то, что собаки нападают на людей, а мы это хотим предотвратить. Надо рисковать собак, чтобы они себя вели хорошо в обществе. Хорошо, но сейчас мы вместе с нашими телезрителями убедились, работа, так сказать, уже не подростковая, такие сформированные, интересные, важные для нас, для общества темы. И вот вы попадаете на Иволгу. У вас были какие-то ожидания? Они оправдались в тот самый первый день, когда вы попали туда на форум? Расскажите, пожалуйста, что вы первые увидели, какие были первые впечатления? Потому что предприятие очень масштабное. Ну, мы как-то, в принципе, наверное, ничего не ожидали, мы просто не знали. Лично я, в принципе, не была еще на форумах, именно молодежных, я не знала, как это, в принципе, будет выглядеть. Первое, что, когда мы приехали, мы увидели просто огромную толпу людей из разных регионов, из разных областей, которые все очень так дружно и весело уже все общались, и мы очень долго ждали регистрации. И когда мы уже приехали, мы тоже увидели, то есть, огромную территорию с различными шатрами различных организаций, там, Газпрома, Лады, были также отдельные шатры для делегаций из Пензенской области, Удмуртской области, из Республики Крым. То есть, это было такое очень масштабное мероприятие. Мы, в принципе, не ожидали, что будет такой размах. Мы как-то думали, что, может быть, это будет только Самарская область, а оказалось, что это очень такое большое мероприятие. Кристина, там ведь нужно было как-то свой быт обустроить. Где вы проживали? Мы знаем, что это природная территория, такой богатый природный ландшафт. Мы попали в смену наук и образования, мы жили в палаточном лагере. У нас, ну, так получилось, что мы попали в одну палатку, и мы жили вместе. То есть, и ели, и везде, мы практически везде были вместе. Первый день вообще было страшным. Мы не знали никого, куда, что, куда идти, зачем. Но потом как-то сориентировались, познакомились с разными людьми из разных вообще областей, регионов. И как-то у нас получилось наладить отношения, и мы уже все знали, куда, что идти. И нас информировали все об этом, всем ВКонтакте. Я понимаю, у участников там очень-очень плотный график. Мы уже убедились, общаясь с теми, кто там побывал. Расскажите, пожалуйста, как у вас это сложилось? Действительно ли будет каждая минута была забита какими-то интересными делами? Да, у нас очень был очень-очень плотный график, когда даже иногда забывали просто позвонить домой, там что-то быстрее куда-то нужно бежать, то есть утром встаешь, и практически нет времени. Это во сколько? Утро это во сколько? Мы вставали в пол восьмого, но все вставали обычно раньше, потому что большая очередь в душ, всем надо успеть быстро собраться. Затем у нас начиналась образовательная программа, она у нас шла до обеда, после обеда, то есть это где-то 4 лекции, 4 пары. Затем у нас были различные культурно-спортивные мероприятия, то есть там уже было по выбору. Там, например, кинотеатр, там еще какие-то различные спортивные мероприятия, культурные игры, интеллектуальные, то есть очень был большой выбор, иногда просто даже не знали, куда бежать, и туда хочется, и туда хочется, и да, немножко было так насыщенно достаточно. Но в первые дни, конечно, да, это было немного странно, то есть у нас что такое забитый график, но потом мы привыкли, в принципе, и нам было уже достаточно комфортно. У нас даже появлялось какое-то свободное время где-то. Вот сейчас прозвучало это слово страшное для студента – лекции. Казалось бы, обещали такое интересное мероприятие, и вдруг лекции. Это было интересно, Кристина, просто расскажите, может, какая-то лекция вам запомнилась, полезной стала? Да, было очень интересно. У нас были лекции и по ораторскому мастерству, и по цифровой экономике, и по различным другим. Также по медицине. Нам вживую проводили лекции и Руслан Хоменко, и ректор медицинского института, где обучается Виолетта, и также был заместителем президента по науке и образованию. Он тоже приезжал и рассказал нам лекции. Удалось пообщаться, то есть, просто послушайте, а вопросы можно какие-то задать? Да, все удалось. Это полезно в итоге для вас, как студентов? Да, это очень полезно. То есть в жизни может пригодиться как-то? Да. И мы сейчас уже проговорили у нас про скользну такая вещь, как вечерние, да, ну или дополнительные мероприятия. Что это такое было? Спортивная какая-то часть? Перед вами выступали какие-то интересные люди? Может быть, вы какие-то таланты смогли показать? Как это обстоит на большом молодежном, огромном таком форуме? Каждый вечер, ну, каждый вечер во время форума проводились различные мероприятия, где каждая делегация представляла себя. Проводила различные конкурсы, там лотереи и росписи брушек и всего остального. Было очень интересно. А спортивные мероприятия там были и по волейболу, и по футболу, и по скалолазму. Такие мероприятия были. Сергеевцам тоже довелось что-то о себе рассказать, показать? Как это было решено во время форума? Ну, мы, в принципе, входим в состав Самарской области, и мы представлялись как делегация от Самарской области. Ну, в принципе, там также выступали различные музыкальные группы по вечерам, были организованы дискотеки. То есть, ну, помимо смены наукообразования, были смены также вот про спорт, у которых спортивные были в основном мероприятия. В том числе знаем, что вы возили свои проекты, их как-то пришлось защищать, о них пришлось с кем-то разговаривать, а с какими-то экспертами, с коллегами вашего возраста? Ну да, когда мы приехали, нам необходимо было еще раз подать свою распечатанную заявку уже на оценку к экспертам. Ну, мы прошли региональный этап, к сожалению, до федерального нам буквально не хватило менее балла, но мы считаем, что это, наоборот, дает нам стимул на следующий год доработать эти проекты и уже выступить, соответственно, в федеральном этапе. Да, там были организованы также беседы с экспертами, которые могли дать какие-то определенные советы, какие-то определенные пометки для проектов. И достаточно это было как бы грамотно, потому что эксперты были тоже из разных областей, были и медики, и, соответственно, из образования, педагоги, и каждый мог внести какую-то свою определенную поправку для проекта. Вы в своем проекте, Кристина, что-то уже решили поправить, усовершенствовать, как вы дальше работаете? Да, я, ну, когда я подавала работу, мне же не хотелось одного, менее одного балла, я подала на апелляцию, мне уже там объяснили, что нужно доработать, как нужно доработать. То есть тема, она не будет закрыта и сейчас, вы продолжите по ней действовать, да, как-то прорабатывать? Да, я буду ее прорабатывать, и мне сказали то, что уже не на Сергиевский конкретно район, а брать более масштабным, то есть на область. Что ж, приглашенная жизнь проекта, я так понимаю, это более масштабно. Еще, конечно, наверное, самый главный вопрос, который, скорее всего, буду задавать не я, а спрашиваю ли у вас и ваши знакомые, а познакомиться удалось с интересными людьми, в том числе, например, с иностранцами или с ребятами из другой области, с кем продолжите общаться? Наверное, это самая теплая часть в таких больших молодежных мероприятиях, как нам кажется. Да, на самом деле, мы даже не ожидали, что, в принципе, такие достаточно уже взрослые, сформированные люди так тепло и очень близко начинают общаться. То есть вот я как раз-таки познакомилась с большим количеством тоже людей, которые живут в медицинских университетах в Казанске, в Оренбургском, и мы уже организовали как бы свою такую небольшую беседу, в которой решили организовывать какие-то... В сетях? Да, проведение каких-то лекций, также мы уже планируем различные видеоконференции, выступления в своих же университетах, то есть как бы решили объединиться, чтобы создать какой-то новый проект уже тоже. Ну и также было много тоже людей из других университетов, было очень интересно со всеми пообщаться. Я считаю, что мы познакомились практически со всеми участниками, ну не форуму, конечно, но свои смены точные, мы до сих пор все общаемся, уже договорились приехать друг к другу в гости, кто-то уже едет, кто-то там договорился уже встретиться в следующий раз на форуме или на каких-то других форумах. Мы общались, ну как бы отделились, у нас была особенная компания, где мы, ну в основном были ребята из Оренбурга, Пензы, Перми и других областей. Остались друзья, остались общие интересы. И когда именно и были на форуме, мы уже друг другу помогали дорабатывать свои проекты, какие-то идеи там вносили друг к другу, и поэтому даже можно сказать, что мы на основе этого и сдружились, потому что основные встречи у нас были вот в центре, где все сидели, печатали свои проекты, что-то там вносили, какие-то правки. А действительно ли уровень подготовки, да, или заинтересованности сельчан, он адекватен уровню городских участников? Все равно есть отличие небольшое, но есть. В чем, расскажите? Даже в самом общении. Сельская местность все равно относится добродушнее, чем городская, ну по моему мнению. Наоборот, как-то границы были достаточно стерты, и мы общались все в основном на одном уровне. Расскажите, пожалуйста, что у вас такое с собой сегодня? Это свидетельство, подтверждающее о том, что мы прошли тренинговую программу с 23 по 31 июля. То, что мы прошли ее в СМИ, науку и образование. Где оно может пригодиться, вот это свидетельство? При поступлении в институты. То есть это учитывается? Это все учитывается. Хорошо, вы куда-то не будете предлагаться в Союзе, подумайте? Да, в портфолио, когда пойду в лучшее учебное заведение. Наверное, один из последних вопросов, и для меня самое интересное. Что вам больше всего запомнилось на форуме? Самое-самое главное. Может быть, это какое-то событие, какая-то лекция, какой-то человек. Да, много всего, потому что... Не знаю, мне, наверное, запомнился самый последний день, когда резко стало холодно, и обычно вечером, каждый вечер разводили костер. Но так как было жарко, в принципе, никто возле него не собирался. В последний день, как стало холодно, все так, кружочком резко, вся смена просто образовала такое кольцо вокруг костра. И последний день для меня, мне кажется, был самый теплый и самый добрый, потому что все объединились, все шутили, веселились, кто-то там делился какими-то там вкусностями и прочее. И, наверное, это самый последний день. Все решили, что больше мы не увидимся, возможно, и поэтому нужно выложиться на полную. И для меня этот день был самым, пожалуй, запоминающимся. Что вам запомнил, Кристина? Мне в основном запомнилась одна лекция, где мы все обучались ораторскому искусству. Вот не знаю почему, но она прям к душе просто. Кто ее вел? Руслан Хоменко, он руководитель ораторской школы в Москве. Удалось самой что-то попробовать, какая-то практическая часть? У нас все участвовали в практической части, нам объясняли, как правильно разрабатывать речь, как правильно себя вести при выступлении и как правильно защищать свой проект. То есть это открытие лично для себя получилось такое? Ну, безусловно, в Иволге стоит участвовать, потому что это колоссальный опыт для всех, пожалуй, людей. Ну и сначала, я думаю, что нужно определиться с какой-то определенной идеей, какую-то определенную мысль выдвинуть и стремиться развиваться именно в этом направлении. Выбрать просто то, что тебе интересно, и это всегда найдет отклик в реализации проекта и также в каких-то мероприятиях, которые проходят на Иволге. Вы всегда подчеркнете то, что вам нужно именно для вашей темы, какая бы она ни была, в любом случае. Причина, что вы ставите сегодня? Ну, конечно, участвовать, всегда быть готовым к различным вопросам по своей работе. От каждой страницы до каждой страницы всю работу хорошо нужно знать и все конкретно описывать, до каждых мелочей. Каждую тонкость нужно описывать, потому что у экспертов может возникнуть различное сомнение, действительно ли ты можешь с этой работой выиграть грант или нет. Когда ты все хорошо описываешь и более на доступном языке, это все очень откликается. Спасибо большое. А теперь я подытожусь. Сегодня у нас в гостях были Виолетта Дюбченко и Кристина Калягина, участницы ежегодного молодежного форума Приложского федерального округа под названием Иволга 2.0. Они побывали в этом прекрасном молодежном, ярком мире. Они сегодня поделились с нами впечатлениями и пригласили всех остальных обязательно попытаться хотя бы поучаствовать там уже на следующий год. Они не просто сформировали свой проект, свою идею, они смогли ее обработать, доработать и представить высокому компенсентному жюри. Очень важно, наверное, для каждого молодого человека вот так вот проверить свои навыки, свои знания, свою точку зрения. На этом мы сегодня прощаемся с вами. Как всегда, ненадолго. Это была программа в центре внимания. До свидания.